Здравствуйте! Атеисты утверждают, что Бог не существует. Они обосновывают это тем, что находят различные нестыковки в учениях об этом. Например, утверждают, что душу грешника невозможно варить в котле. Возможно, это и так, но это может быть совсем по-другому. Это не говорит нам, что нет ничего неупознанного. Ученые, скорее всего, не все выяснить успели. Например, раньше думали, что земля плоская. И еще много таких примеров. А в будущем может оказаться, что кое в чем мы были неправы. А что касается утверждения, что варят в котле или заставляют лизать курячие сковородки, то это может быть точно такие же ощущения или равносильные этому. Или, может быть, ощущения зависят от того, во что человек верит. У меня в голове не укладывается, как это возможно, что, например, когда среди вас меня уже не станет, я ничего не буду чувствовать. Скорее всего, ничего не буду помнить. Как мы не помним то, что происходило с нами в первые три года и раньше? Велика вероятность, что если ты при жизни старался воровать, хамить или вредить другими способами, все это тебе мало не покажется. Например, очутится твоя жизнь при феодализме или рабовладельческом строе какой-то галактике, когда даже электричество не изобрели. Поэтому надо стараться вести здоровый образ жизни, соблюдать правила безопасности, хигиены, общение с другими и многое другое. А если был добросовестным, возможно, будет нормально. Возможно, и лучше. Если ты был недобросовестным, наверное, лучше стать добросовестным. Атеист может сказать, а у кого есть время тебя проверять, вон сколько народу. Только это может быть примерно как автоматизировано. Торопиться проверить это на себе путем ухода категорически запрещается и очень опасно, так как это только гипотеза. Так как еще есть вариант, что даже если ты ничего плохого не сделал, в дальнейшем тебя может ждать еще худшая участь. Но, надеюсь, это не так. И поэтому лучше стараться развиваться. Так вроде и жить интереснее. Тебе же, например, не интересно, когда ты побеждаешь в шахматы только при помощи подсказок наблюдателя. Поэтому, наверное, надо распространять это видео, чтобы как можно больше людей решили стать добросовестными. Чтобы было меньше негативных людей и явлений. Нам всем в таком мире стало бы жить лучше и безопаснее. Даже если все станут добросовестными, скучно не будет. Появится время для науки и техники, спорта и искусства. Сумасшедшие, наверное, будут. Но их должна появиться возможность лечить. А то сейчас, например, в некоторых странах нет возможности их лечить. И они опасны для окружающих. Если вы со мной не согласны, желательно написать в комментарии, в чем именно. Возможно, я что-то не учел. Если вы согласны со мной, наверное, надо копировать ссылку и вставить во вкладке сообщества ваших каналов. Чтобы послушали ваши подписчики тоже. Еще можно рассылать в социальных сетях. Кто знает иностранные языки, можете пересказать своими словами на своих каналах и выслать иностранцам. Кто общается с иностранцами по-английски, можно выслать ссылку на видео и предложить прочитать субтитры. Я постараюсь сделать субтитры. Если согласны, пусть распространяют. Еще я приглашаю подписаться на свой канал. Тут я рассказываю и показываю по возможности новые анекдоты. Иногда я делаю это как музыкальный клип. Я планирую делать танцевальную музыку. Поэтому приглашаю подписаться, даже если не знаете русский язык. Тогда вам может понравиться музыка. Я слушаю иностранные песни, даже не понимаю слова. Так как много таких, где мне нравится музыка. Дели изготовления клипов я пока начинающий, но я планирую развивать это. Вам, наверное, будет интересно наблюдать, получится у меня или нет. А писаться всегда успеете. А теперь анекдоты. Блибочка! Ловочка, как ты думаешь? Чему учит людей сказка о красной шапочке? Ну, потому что в лесу разговаривать с девочками в красных шапочках опасно для здоровья. Ну, вот ты что-нибудь делаешь, чтобы в мире было меньше голода и войн? Конечно. Не воюю и не голодаю. Дед, а этот тядик, который к нам сегодня приходил, наверное, учитель. А почему ты так думаешь, Ловочка? Ну, он прежде чем сесть, внимательно осмотрел стул. Подписываемся, кликаем на колокольчик. Который аппетит. Который аппетит. Субтитры сделал DimaTorzok